Это вид на улицы Промышленная, что находится на удалении от Великого Устюга. Здесь расположены так называемые тупики, а в них – производственная зона, где среди прочего выжигают уголь. Продукт полезный, продукт нужный, но его производство сопровождается выбросами, которые очень не нравятся жителям близлежащих деревень, в частности Журавлёва и Коробейникова. Вот так описывает стандартный вечер жительница деревни Журавлёва. От некоторых проблем просто опускаются руки. Живём в деревне, а бельё сушиться на ночь на улице не оставишь, дымом пропахнет. Это мелочи, я больше за животных переживаю, которые ночуют на улице. У нас собака крупная, живёт в вольере. Если зимой я запускаю его на веранду в сильные морозы, то летом он сдуреет дома от жары. А у соседей птицы полно, она тоже почти на улице живёт. Соответственно, тоже дышит этим дымом. Мы всё лето в сухую погоду не можем ночью окна открыть, вонь ужасная. Осенью при дождливой погоде дым не разлетается так жироко, и жители могут некоторое время дышать спокойно, но с наступлением погожих дней проблема возвращается. Естественно, жители обращались в различные инстанции, в том числе и в отдел экологии. К нам обращались жители деревни Каравенниково, в данном случае, что слышат, чувствуют запах именно от присущей углевыжигательному производству. На территории города Великий Устюг определена производственная зона, которая находится на улице Промышленная 1, Промышленная 2, Промышленная 3. И санитарно-защитная зона для данных предприятий выдержана. Ситуацию осложняет ещё тот факт, что источник задымления пока не установлен. Среди жителей есть мнение, что дым может попадать в жилую зону со стороны близорасположенной свалки. Там есть эти предприятия какие-то. Пилорама вот есть одна. Знаю, что там что-то какой-то перерабатывающий. Вот оттуда, наверное, что-то сжигает. Я не знаю, откуда там. В общем, шибко тянет. В любом случае для решения проблемы найти источник загрязнения необходимо. А на сегодняшний день открытого сжигания, что является нарушением, не установлено. Сжигание отходов открытым способом не было установлено. Если у жителей города и района имеются факты, или они, например, увидели, что сжигаются отходы открытым способом, они могут обратиться в отдел экологии охраны окружающей среды администрации Великогорска-Муниципального района по телефону 2-12-62, либо прийти лично, либо направить информацию к нам на электронную почту, желательно с подтверждением фото- или видеофиксации данных правонарушений. Специалисты рекомендуют местным жителям обратиться в СЭЗ за экспертизой воздуха. Если она выявит экологическое нарушение, заключение будет переведено в Роспотребнадзор, который сможет назначить проверку и привлечь виновных к ответственности. Степан Коррежановский, Антон Карев, Андонида Смолина. Телеканал «Русский Север». Телеканал «Русский Север».